На Волго-Балтийском водном пути. В результате взрыва на судне возник пожар. На судне, по предварительным данным, находится семь человек. Пожар на корабле, который едва не стал причиной гибели всего экипажа. Именно по такой легенде развернулись в Этигорском районе тактические учения спасателей. Специалисты в короткие сроки должны извлечь из воды пострадавших, потушить огонь и не допустить разлива опасных химикатов, которые хранятся на судне. Показательное выступление спасателей – это часть программы ежегодного форума «Общество за безопасность». Он проходит в Этигре уже четвертый раз. Мы, завершая форум «Общество за безопасность» здесь, в Вологодской области, подводим итоги совместной работы МЧС России, всех федеральных структур, общественных организаций и объединений, которые работают в области безопасности и жизнедеятельности населения. За время существования форум из межрегионального превратился во всероссийский. В этот раз в нем приняли участие представители нескольких десятков регионов страны. По словам сотрудников ведомства, это отличная возможность обменяться опытом, а также изучить последние новинки спасательной техники. Временной промежуток – это начиная с 90-х годов, какая техника стояла на вооружении, и заканчивая сейчас в преддверии 25-летия МЧС России. Здесь представлены образцы пожарной техники, аварийно-спасательной, авиационной составляющей и водолазной составляющей. Вместе с уже привычной для специалистов техникой здесь представлены и новейшие разработки в спасательном деле. Пока на вооружении МЧС их нет, но не исключено, что в скором времени появятся. Как, например, вот этот автожир – трехместный гироплан стоимостью в 2 миллиона рублей. Час полета обойдется примерно в 5 тысяч, значительно дешевле, чем сейчас приходится тратить на габаритные вертолеты. Очень безопасный, так как двигатель не связан с верхними упастями. То есть, если двигатель останавливается, вы спокойно планируете, как кукурузник. То есть, это можно представить в природе, это семечка клена. Когда вы кидаете семечку клена, она спокойно, с постоянной скоростью падает на землю. Здесь вы тоже самое можете остановиться, выключить все двигационные приборы, и он спокойно спланирует, и вы не убьетесь. Еще одним событием в программе форума стало официальное открытие центра «Корабелы при Онежье». Здесь детей будут обучать кончарному и кузнечному делу, судостроению и судомоделированию, в том числе с использованием 3D-технологий. Уже сейчас в состав нового образовательного учреждения входят учебный комплекс, ремесленная мастерская и судоверфь. В ближайшем будущем северным артеком этот комплекс расположен на территории муниципального лагеря «Онежец», который работал только в летний период. И в скором времени вся эта территория будет передана под образовательный центр, который будет работать круглогодично, который будет включать в себя комплекс зданий и сооружений, где будут обеспечены условия для работы, проживания детей, семей с детьми. Для этого здесь будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиницы и бассейн. Средства будут выделены в том числе из федерального бюджета. Министерство образования уже готовит документы на предоставление гранта. Планируется, что деньги центр получит в начале следующего года. Павел Громов, Игорь Трифонов. Новости Вологды.